Ну, я себе поставил леницу, то есть хоть что-то иногда я читаю. Замечательно, но себе не буду поставить. Хорошо, а что ты можешь делать? Я написал два пункта. Первый пункт – это ничего, я не могу сейчас изменить. А второй пункт – возможно, если буду больше общаться с теми, у кого есть вкус к чтению, то что-то поменяется. Общаться хорошо с теми, у кого есть вкус к чтению. Ну, это двоечка, максимум. И что можете сделать? Озвучивать кто хочет, кто не хочет – это какое дело? Ну, что я могу? Дело каждого. Ну, все будем располнять. Два пункта надо… Я могу только с тем примером повлиять на окружающие, на родственников. То есть я не кушаю мясо. Я им говорю почему, что, как. С тем примером. Что вы можете сделать для того, чтобы улучшить, конкретно, практически, что вы можете в зоне еще перейти на тройку, на пятерку, на шестерку? Что я могу? Что я могу? Плохо и изнаживаю. Ну, хорошо, давай. Сейчас, сейчас. Можно я расскажу? Сейчас, сейчас. Интересный опыт. Это, просто, как вот, Директор Минина, которого рассказывал, он там читает по, ну, четыре, пять часов, да? Что-то там. Ну, муж говорил, у него бывает там шестьсот минут чтения. Вот. И, так вот, интересно, он говорит, а шо ещё делать, как не читать? Он говорит, вот я ехал сегодня, там сколько, с командировки. Он говорит, автобус, самолёт, автобус – это лучшее время. Ну, я поддерживаю, реально. Вот, пока едешь, маршрутки – лучшее время можно читать. И он рассказывал, говорит, едут в метро, он говорит, на мне висит груз людей, и там я еле держусь. Вот. И я уже, так, вынимаю руку, думаю, сейчас перелистну, наконец-то. Перелистываю. И все же, говорит, смотрят туда же. Все, кто на мне висит, они же туда и смотрят. И парень, говорит, хватает меня за руку и обратно листок, а там же он не начитал. Записал, говорит, себе что-то, сделал метку, взял визитку справа. В метро. А это хорошо пишет. Хорошо пишет, да, пишет. Взял в по-богу. Больше подходов в день к книгам Шрива Прабхупа. Например, если утром только читал, находил время. Нужно хоть пару минут и читаем вечером, перед сном найти время, чтобы вот это и читать. Такие подходы вот, когда, как на каштанге подходим. Он спортсмен, что-то, у него подход. Нет, но она на бою и есть. Сарм – это что-то похожее на спорт. Салей Прабхупа. Ну, я написал, что нужно молиться, короче, просить Кришну, чтобы Он помог читать больше. Да, об этом мы говорим. Об этом даже в Витебасе. Да. А что еще? И еще написал, что то же самое, как бы, что сказал Витя Прабхупа. Больше общаться с теми, кто регулярно и много читает. Хорошо. А кто это? А оценку какую-то поставил. Ну, это не скажу. Секрет. Секрет. Я себе поставил единичку. Ну, а что, чтобы для этого сделать, это просить почаще Олю, чтобы, когда я лежу на диване, чтобы она почаще брала книгу и читала мне. Когда я отдыхаю от тяжелого будничного дня. Тогда Оля будет читать, а вы будете слушать. А речь идет о том, как слушать. Точнее, как читать. Ну, еще я написал. Укладывай, говорю, на диване. Еще я написал, ну, по пунктам. Уволиться с работы, освободиться от материальных желаний. Убрать телевизор, отключить интернет. Вот. Ну, и улучшить режим дня, выделить строго определенное время. Хорошо. Прекрасно. Кришна Рупа тут комментирует ваши слова. Ему кажется, что телевизора и интернета достаточно. Ну, отключить. С работы не обязательно понять. Хорошо. Так, Матаджи, Кабландир. Матаджи, Кабландир, у нас работа не может уволиться. У нее работа 24 часа в сутки. И я это, опять же, повторю тот же самый. То, что не просто общаться, а не привлекать общением с преднами, которые, ну, имеют вкус. То есть, если есть возможность, то всегда приходить, например, да? Ну, то есть, можно же не прийти, а так и выбирать. Выбирать. Искать возможность, да, прийти. А второе – это просто читать. Да. Есть. Просто правильно читать. Замечательно. Замечательно. Мамове. Я написала три таких пункта. Первое – это внимательно, без искрабления читать жалко. Второе – то, что сказали уже усилия преданными, это побольше общаться с преданными. Третье – ну, самоорганизовать свое время. Вот это какое-то чудо. Самоорганизовать. Матыши Оли. Реализовать. В общем, поставила себе единичку, так как люблю читать. Созвучный столиком пункт «Находить слушателя». Очень хорошо, это реально. Ясно. Потрясающе. Поэтому нужно давать обед, обязательно выделять время и сделать привычки. Давать обед – замечательно. Это очень важно. Это очень важно. Потому что как раз на собрании этот момент звучало как один из самых важных. У всех практически. Как один из самых важных. Что можно сделать для того, чтобы сделать эту практику регулярно, чтобы все-таки улучшить ее. Важно дать обед. Ну, там разные предные делились тоже таким образом. И вот практика тех, кто читает, сводится к тому, что в свое время они давали обеды также. Вот, что интересно. У меня есть опыт какой-то, я хочу поделиться небольшим опытом, что очень практично на самом деле. Вот даже когда глаза слепаются там и иногда бывает все сделал, все, например, уже сел, думаешь так, все сейчас почитаю, и тело, оно просто умирает от остальности. Ну, есть особенно с самого утра и всех уже там. И такой… Я просто маленький пример приведу. Вот, например, Ачутаприя Прабу, когда он почитает про сад, только ведь Асахи ему читают. Это уже много лет так делалось. То есть, ну, это не то, чтобы он читает таким образом. Это, скорее всего, может, она… Ну, то есть у них какой-то такой обмен. Это прекрасная, на самом деле, форма отношений, если честно. Вот. И еще такое… Вот у меня опыт есть. Например, вот мама у нас была, я говорю, мама, хотите, я почитаю? Ну, то есть, хотя сама я не чувствую, я сейчас, ну, сейчас найду себе обязательно какое-то дело, занятие. Я говорю, мама, хотите, почитаю? Мама говорит, конечно, хочу! Я просто начинаю ей, как бы, ну, читать нам всем. Или я, например, так стала делать. Я звоню своей маме, я говорю по скайпу. И говорю, мама, можно я с тобой Шриман Багуа там почитаю? Она сказала, ух ты, ну, давай. Все, у меня сейчас занятие. Прибежала на кухню, они в однокомнатной квартире, там полногорница людей. То есть, она нашла возможность найти ее место. Она села, мы поставили скайп, я ее вижу, она меня видит, я ее читаю. И иногда она там какие-то вопросы может задавать. То есть, и я чувствую, мне не хочется не то, что не спать. То есть, я могу спокойно час читать, даже не отвлекаться ни на что. Потому что, когда есть слушатель, очень сильное чувство ответственности, оно превыше вот этих животных чувств, сна, еды и так далее. И поэтому оно побеждает, как бы, другие чувства. И ты естественным образом не можешь спать. Понимаете, когда ты даешь лекцию, ты не можешь уснуть. Когда сам читаешь, даже отвлекаешься немножко, как-то ум, что-то там доделать надо. А когда перед кем-то читаешь, то уже не отвлекаешься. Да. И так далее. И так далее. векам, панасак, дробда векам, джихва векам, дарапаск векам. То есть, еще раз, что нужно сказать, что способность контролировать чувства, это квалификация, это квалификация вредного, способность полностью контролировать чувства, это квалификация утамадикали, и она не приходит сама по себе. Это та награда, которую получает душа от Господа. И почему награда? Потому что только когда Господь дает высший вкус, высший вкус, сладость, общение с Ним, душа становится способным просто пренебрегать, действительно. Это факт, что когда вы погружаетесь, глубоко погружаетесь в Бага, там вас не интересует уже еда, ну реально, просто не интересует. И вы естественным образом едите просто для того, чтобы как-то поддержать. Вы уже думаете о том, как мне поесть так, чтобы от меня вот это, что я сейчас вот испытываю, когда я читаю, чтобы оно от меня не ушло. Вы уже думаете таким образом. Вы же не думаете, ой, опять столько всего вкусного, и мне надо, нет, вы думаете, мне просто надо покушать, чтобы поддержать тело, чтобы продолжить свою медитацию. На самом деле это не зря вот так мы обсудили это чтение, потому что чтение, шраманам, слушание и чтение книг, праббады, слушание праббады, лекции праббады, как великого. Поймите, праббада очень-очень великий саду, великий и святой, махатма, очень великий. Поэтому просто, ну, постарайтесь найти вкус, найти вкус, не то, чтобы искусственно себя заставлять, нет, просто найти вкус в этом служении, в чтении. Это слушание его лекций и чтение его книг, это непосредственно соприкосновение с величайшим саду. Это очищает сердце и делает жизнь, просто она проясняет жизнь, она делает садтва, то есть происходит очищение сознания. И интересно, что наши Ачарии пишут, я вам прочитаю, если еще минуточку внимания, пожалуйста. Что пишут, я вам прочитаю, интересно, что Бхакти Сиданта Сарасвати, так же, как его отец Шару Бхакти Монтарху, пишут комментарии к этому тексту так же. И они говорят о том, что тут, что Бхадыш Амбита, это вопрос даже наставлений не по Бхакти, обратите внимание, это наставление не по Бхакти, не по практике предного служения. Бхакти Сиданта 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 Сиданта, а я спрошу тогда, почему это наставление не по Бхакти, которое содержит в Бхадыш Амбита. Какие наставления по Бхакти? Какие наставления по Бхакти? Что нужно делать? Да, по Бхакти означает, надо слушать Его Господи, прославлять Его Святое Имя. Вот это наставление по Бхакти. И на самом деле мы с вами приходим к тому, чем более обильное слушание, чем более правильно было сказано «Общение саду, мокша тварама павритам, есть такой текст в Бхагаве, там, просангам аджаропа шам, атманокава йовиду, саэва сад душа вкрыто, мокша тварама павритам». Что мирское общение, оно убивает душу на самом деле, но общение саду, то же самое, соприкосновение сам, оно мокша тварама, открывает двери к освобождению. Так вот, но обратите внимание, Бхагаватан также говорит «шушушушатат ганасявасудэвакатхаручи сиянмаганцевая випранпунятиртханешевана». Что я хочу сакцентировать внимание, немножко тяжело. Слышка много звуков по стороне. Простите, но тут еще пять минут и мы заканчиваем. Что касается общения, дорогие друзья, мы должны для себя услышать так, как это говорят шастры. Вот я процитировал шлопку «шушушушушататанана сиянмасудэвакатхаручи». Шастры говорят о том, «сиянмагацевая випранпунятиртханешевана». Что для того, чтобы общение саду означает прежде всего, какой глагол, общение саду означает прежде всего служение. Служение. И вот я, честно вам скажу, делился, когда тоже на этом собрании, я говорил об этом, ну, при этом в Киеве, и я действительно так думаю, я еще раз скажу, что вот мы принимали, прижимайся, мы приглашали его гости, он приехал к нам после. Я, насколько это было возможно, старался настроить себя на волну служения просто. Не просто там, знаете, посидеть там, поговорить. Хотя мы посидели, поговорили, покушали, все было замечательно. Но было желание как бы удовлетворить личность, чтобы личность была удовлетворена, побывав в нашем доме. Понимаете? Это важный момент. Когда вы, если вы хотите от кого-то что-то получить, вам надо удовлетворить того, от кого вы хотите что-то получить. Только это мой Гур Махараш, вот послушайте, пожалуйста, это очень важно. Мой Гур Махараш объясняет, что получить милость, то есть благословите, благословите, подходят к саду и спрашивают, благословите. Нет, так не работает. Он говорит, если вы хотите получить милость от сады, вы должны его удовлетворить. И даже этот текст, ясья Прасада от Бхагават Прасада. Слово Прасада означает одновременно два значения. Знаете, какие? Милость. Милость. А второе? Удовлетворение. Понимаете? Удовлетворять. То есть, ровно в той степени, в которой мы удовлетворяем, в той степени мы получаем. А это как, знаете, заходит начальник на работу большого предприятия. И все хотят… Вот он заходит, чтобы посмотреть, кого я могу продвинуть по служебной лестнице. И все сразу к начальнику. Каждый, кто стульчик подставит… Кто стульчик подставит начальнику, кто еще что-то сделает, но все хотят его удовлетворить, потому что он может дать им деньги просто-напросто. Точно так же все люди, которые продают, они хотят удовлетворить клиента, чтобы получить от них денег. Понимаете? Точно так же и здесь. Это… Может быть это корыстно, может быть бескорыстно, но в любом случае, если вы хотите Господу там нам, ну… Несомненно, нужно учиться удовлетворять сам, нужно учиться удовлетворять преданных, которые находятся к нему ближе, намного ближе. Поэтому так важно, поэтому… В том числе поэтому читать книги Шива Барупада, потому что это целая Шива Барупада и в этом настроении… Совершать служение не надо. Поэтому… Разбираемые вот в этой книге, в ней тайные наставления, наставления – это то, что помогает, то, что благоприятно для развития в бутбаке и то, что неблагоприятно. И мы будем с вами это рассматривать. Спасибо вам огромное за ваше участие и внимание. Я вам несколько не желаю, чтобы ваш баджин облубился, чтобы сладость общения с Господом усилилась, и чтобы книги Шива Барупады стали ежедневной практикой. Ежедневной. Пожалуйста. Вот самое главное не делать, Павлович, ежедневно. Ежедневно. Шива Барупада, Витя. У меня Ильин, Ten, был я, сама. Я буду оставаться.